Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не хочу в Лондоне, но если в Лондоне в каком-то там ком очень зеленом на окраине Вот наша улица Я вот видел, как белка сейчас перепрыгивала с этой ветки на ту ветку и так здорово Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, обновить это не получается Просто ты должен себя списать и все Снова родиться уж лучше, а так жить это смысла-то мало Нет, просто страх вот очень такой физиологический, инстинктивный Вдруг это страшно, вдруг это больно очень Вот этих ощущений просто боишься, дышать там не сможешь, еще чего-то В общем, всяких таких А не то, что у тебя не будет существовать, особенно в старости Ну и что, уже отсуществовало достаточно Ты хочешь быть еще красивее чем-то есть? Я хочу и красивее, конечно Если я еще раз рожусь, я хочу иметь не такой большой нос Если у тебя будет маленький нос, ты будешь совершенно не интересная, по-моему Да? Именно большой нос делает тебя особенно выдающейся Да что ты! Можно этим натешаться, конечно Представьте, у тебя будет маленький-маленький-маленький носик Ну и что, бывают очень красивые маленькие носы Не обязательно им нужен курнос или какой-то там вообще невыразительный Бывают очень выразительные маленькие носы Аристократический, красивый Вот Какая дорожка красивая Она по-своему волшебная Да 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 Ты видишь со сковородки Что-ли будет смерть неизвестно А вдруг там все-таки окажется какая-то гадость Страшная Ну что ты представляешь себе? Я, например, когда читала этих тибетских, что ли, этих, ну пересказ такой свободный тибетских монахов Так там вообще какие-то темные туннели, потом какие-то хлопки вообще, потом какие-то... Ох, какая собачка, видишь Попала в кино Вот, и потом там... А некоторые там почему-то умирают всеми возможными смертями воображаемыми по очереди Так что... Это что, тибетские монахи? Это тибетские там, да, описание о жизни после смерти Там какая-то книжка была дурацкая Ага Вот Там тебя подготавляли, что ты должен быть готов Как себя вести, когда ты умираешь Поэтому мне как-то это все... Не очень Ну и что еще тетя Лена тебе рассказала? Тетя Лена мне рассказывала, почему она перестала быть актрисой в театре Потому что театр развалился Прогорел? Нет, просто после войны там как-то получилось, что в блокаду часть театра была в Ленинграде А другая блокада, а другая была эвакуация И когда они вернулись, получилось, что два театра и две труппы И в общем В результате сделали один театр, и она осталась без работы Потому что она в это время как раз поссорилась с их главным режиссером Он ее не взял в новый театр Вот А потом она пыталась устроиться в театр и в капеллу Петь в хоре И в капеллу ее сразу взяли А в театр Лена Совета как-то сказали, что Приезжайте после отпуска, я думаю, что я вас возьму В общем, она приехала, а ее в капеллу сразу взяли И она уже в театр не пошла И стала как-то музыкантом А интересно еще, что во время войны она выступала как певица Вот здесь у нас От Килармонии Покажем два виля замечательных Один вид это вот это поле Как его сделать, так что ли, приблизить? Поле Давай я тебя поснимаю немножко Второй вид, который мы тогда с Филиппом рисовали Здесь такое поле И дальше Гора И потом Гора И все там Что-то вдалеке от типа леса Не понял Вот лес там Вот лес там Где-то Где-то Мне все время кажется, что не лес Я уронил очки И теперь я ничего не вижу абсолютно Я хочу встретить тебя, чтобы было понятно, что ты тоже был Я был? Угу Где был? А то ты все время там за камерой где-то что-то Ну хорошо Вот тебя Держи Вот видишь Руку сюда засовываешь Вот сюда Вот сюда Ну, внутрь Сосовывай сюда Вот сюда Вот сюда засовывай, да Вот теперь я, значит, уронил свои очки А не надо тебя, я хочу тебя без очков Я хочу без очков Я хочу без очков А рот у тебя все в морковке Кто у меня в морковке? Рот, конечно Вот потому что ты пил сок моркови, который я каждое утро ел Хорошо Ну вот мы можем сейчас пойти, а ты можешь одновременно идти и меня снимать Ну это будет трястись все Да, может быть Ты хочешь, чтобы не тряслась Ну ладно Теперь уже ясно, что я здесь Да Хорошо Вот это дорога Наша традиционная прогулка ежедневная Два раза в день Дальше мы еще в ту сторону ходили И было у нас в сторону Свана и в сторону Германа А теперь осталась одна Одна Свана Одна Свана А почему ты думаешь, что ты свана? Ну мы так сразу назвали Налево К сванам А направо Германа А сваны здесь были, здесь же были лебеди А здесь тем более лебеди были раньше на луке Так что здесь видно к сванам Вот это лужа Вот это лужа Вот это лужа Типичная английская погода А там, ты можешь отразиться в этой луже каким-то образом? Если ты станешь с этой стороны, ты отразишься в этой луже Вот Вот А? Задний ход? Ага Так сейчас упаду Да, смотри там лужу ставить сейчас У тебя про Алиса приедет Из Италии Она уже писала тебе сегодня? Нет, она вечером Она когда-то вечером пишет Ну а что она тебе вчера написала? Вчера она была на концерте, я тебе говорю Она была на 15-й симфонии Шстаковича И в концерте Сибирио со Смылой Ага Я очень довольна Написала, что замечала Она не написала Реакцию Этого ее Доменика Нет, она про него вообще ничего не пишет Ага Она очень чувствуется там довольна И хорошо проводит время И там тепло же, красиво Я думаю, что ей будет очень печально возвращаться завтра В дождливую, холодную Англию Англию Да Она начинает снова выниматься Так вот выглядит наша ежедневная прогулка Как выглядит наша ежедневная прогулка Мы видим только Эту дорогу Мне очень нравится быть композитором Я бы не возражала Снова родиться композитором Если Да, но мне будет родиться снова Хочу быть снова композитором Это самое главное занятие в жизни, нет? Угу Ну, в принципе, все То есть, может быть, я еще что-нибудь напишу хорошее Да Я надеюсь Но, в принципе, я написала почти все, что я хотела Наверное В этом смысле не так приятно, как в молодости казалось Что вот еще впереди столько Надо написать и столько замечательных сочинений Может я напишу А сейчас как-то кажется, что вот написала уже Во всех, так сказать, моих любимых жанрах Столько контактных дельштамовских И опера написала И симфонических сочинений много Лесные прогники написала И реквием И реквием написала Вот это очень красиво Сейчас на тебя даже посмотреть Такое Вот Красиво Сейчас мы сфокусируем на тебе Моцарт не успел реком дописать Я написал Что мне повезло уже Значит, ты лучше Моцарта Нет, я говорю, что лучше Я говорю, что мне повезло написать то, что я хотела написать А он вот Это безобразие Что даже не успел написать Дописать реком Ну, тут он написал Вовшебные флейты Столько хороших фотор Да И не только волшебные флейты Нет, ну реквием Такое замечательное сочинение Чувствую Что если бы он его сам дописал до конца Моцарта Действительно, было бы самое лучшее сочинение Да Ну, может быть, Фигара тоже Там все-таки чувствуется Фигара тоже, наверное, не хуже сочинение Очень сильно Да, нет, конечно, и в симфонии Много всего Замечательно Ну, просто реквием потрясающе И все-таки чувствуется, что Там, где Смайер руку приложил Но ты же не знаешь, где в каком Ну, не знаешь точно, где Но, вообщем, во всей второй половине чувствуется Надо достать полное собрание сочинения Здесь Майера и изучить Как следует Да, очевидно, мы никогда не скучили его в музыке Что за тип был Да, вот меня очень интересует Еще Еще один персонаж Это такой Нефе Учитель Учитель Бетховена Чего он сам собой представлял Необязательно Учитель должен быть Композитором Еще очень интересно Узнать музыку Мангеймской школы Я вот никогда Ну, мы же слышали Ничего мы не слышали Ну, это вас, как его Зеленку 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 слышали А этот сам на эст Такой композитор Такой, как сейчас на Украине Стаммец Стаммец Мы довольно много слушали Я что-то ничего не помню А я помню, мы на лекциях даже в училище слушали Какую-то симфонию ставмец Стаммец Стаммец А как украинский композитор похожий? Зеленка Зеленка, если нет, на стаммец там какой-то похожий Украинский? Того же времени? Да, нет, сейчас Наш современник Нет, я не помню Там был какой-то Не помню Станчинский Станчинский? Нет Ну, в общем, не важно Семенажный Там дальше уже виднеется конец света Конец мира, да? Вот, где он докрасит Как? Фетилена сказала, что приближается конец света Конец света? Да, потому что такие безобразия творятся И потом Потому что вот такие Катастрофы Там в Америке Где-то у нас там Сейчас тоже Не помню Где? В Англии? Нет, ну в Америке Вот снесло Как-то Нью-Орлеан Ну да, Нью-Орлеан Еще там где-то что-то И сейчас в России Какие-то были катастрофы Она сказала Не в центре Забыл где И она считает, что это признак Приближения конца света Угу А я и говорю, что еще не такие Катастрофы бывали Вон там, кажется, в средние века Вообще, несколько лет солнце было В тумане только видно Ну да Но это Как-то санторин Ну да Взорвался Были огромные Эти длины, чем мы и ходили Вот здесь вот у нас Чтобы подойти к концу Света Очень сложности Большие сложности И страшные Грязные лужи Ну как, не пойдем сегодня до конца света? Как хочешь Просто чтобы показать Как мы доходим до конца света По лужам, по лужам, по лужам А как ты ходишь? Ты нашла сбоку дорожку Так Край Вернее, не до конца света А до края света Вот это край Край земли А дальше начинается другая Другая планета Отсюда Вот Вот эти два Столба Отделяет Этот мир От другой От другого Все Ты взошла В другой мир Вот здесь написано Важная Индикейшн Джерзи Лэйн И здесь тоже Джерзи Лэйн И здесь тоже Джерзи Лэйн Значит Цель нашего путешествия Достигнута Предстоит путь назад Путь обратно Хорошо Хорошо Сейчас я сделаю Стоп Больших Основнователей А вот я хочу еще Вот этот вид С этими Вот Во-первых Вот это дерево Которое Посреди поля Очень красивое Растет Вот это А еще Топ Дерево Старинное Огромное Вот оно Такое Могущество Могучее Очень интересное С разветвлениями Я сейчас тебя сниму Ты не думай Что только Деревья Я еще Тебя снимаю Вот Ну сейчас я тебя удаляю Вот Как ты есть Ну и день рожденья Скорее Знаешь что Послезавтра Вот этого я как-то Не забываю Все время Не чувствую Что у меня Действительно Послезавтра День рождения Когда-то мы такие Веселые праздники устраивали Да По поводу наших День рождения С кучей гостей А сейчас никто не хочет К нам идти А сейчас некого Звать Да Джареда не позовешь Он слишком занят Все слишком занят Да Так Ну чего мы сами отпразднули Очень веселый праздник 57 лет Да Ну и еще 60 лет Замечательно Да Зелена сказала Что у них Средний Уровень жизни в России У мужчин 65 лет Ну это А у женщин 72 Ну это Не так плохо все-таки Я думаю что это еще Вот Вранье Вот Типичный бюджет Вот Кроме того Да Но здесь по-моему гораздо больше Что Здесь по-моему у мужчин 75 А у женщин 80 Что-то средний возраст Я не знаю Но в Сент-Толбинске Средний уровень Жизни 112 По-моему Нет это не средний Это просто часто Тетя Лена сказал В Ленинграде тоже передавали Недавно показывали Мужчину Которому 122 года Да Трудно себе представить Угу Просто Пухи И он еще не собирается умирать пока Ну не надо этим близко снимать Близко? Я Максимально удаляю Но Все равно Ну да Ну видно Близко неприятно Кожа видна бывает Нет-нет-нет Я не так Я тебя удаляю Правда единственное Что когда удаляешь Наверное нос увеличивается Да Опять Братину Вообще Эта камера какая-то злая Она у меня делает очень длинноносая Надо Я помню Что такой проблем Совершенно не было С нашими теми камерами Простыми Так Эта камера называется Как Кэнон Больше Кэнон Кэнон не покупаем В следующий раз будет другая Эта дорожка очень красивая Да Ты даже сказала Что это волшебный путь Нужно подумать Что мы идем Какая-то неизвестная Наверное Незаверное место Волшебный царство Ну мы так и собираемся Мы так и так и будет Разве наш дом это не волшебное царство Да Хорошо Что тебе не нравятся эти два забора? Я не думаю что это самый восхитительный вид вам А это очень интересно Сейчас мы выйдем в этот забор и окажемся на нашей улице Я покажу как мы подходим к нашему дому Вот мы на нашей улице Вот такие дома Здесь люди которые заботятся о цветах Цветают к зиме поближе цветы Да я могу Так что ты говоришь что Ты говоришь что У Алисы совсем нету Чего Она выросла не в своей стране Или в себе надумал Накрутил какие то Проблемы Что вот он вырос как бы не в своем племени Что его перенесли из его среды чужую Ага И теперь у него Аксайдентити Проблемы Ну не проблема Ну вот у него нету Я думаю что это просто очень интересно Люди которые просто там где родились там и выросли Это очень скучно И обыкновенно Надо радоваться Потому что какая то необыкновенная биография Да Вот мы и подошли к нашему К нашему дому Ну возьми ты же у меня есть карматика Да Не вернула Посмотри Почти в своем кармоне Да Здесь он тут одни деньги валяется 50 копеек нашел У меня Нет Не надо Почти Сейчас мы в наш дом не попадем Да Почти Почти Ну хорошо Давай пойдем с заднего хода И тогда Мы снимем наш волшебный сад Не знаю кто это запихался Вот идем мимо волшебных помойной ямы И вот наш волшебный сад Вот это Вот это Да В каком там Да Кто написал Какой великий поэт Я не помню фамилию Так А вот Наше потрясающее дерево Которое мистическим образом Выросло Выросло Вот сначала оно выросло Ничего не было Вдруг выросло это дерево Сейчас оно покраснет А вот это же все второе Маленькое Такое же волшебное дерево Что-то в нем Есть такое Что кажется что оно ядовикое Да Из-за цвета Нет У него ствол какой-то Вот такой Как бывает У ядовитых ядок Вот здесь наши Рыбки плавают Я не знаю Да что ли вы там Видеть Видно ли их там Рыбки голодные У нас все закрыто Да А вот еще что-то У нас здесь есть Такое интересное Вот здесь наш велосипед Который мокнет А вот Очень важный персонаж Персонаж Который все время Перед нашими глазами Вот смотри Вот смотри Продолжение следует Ну хорошо На этом наш фильм заканчивается Да Прогулка состоялась Ну пока Раз два Четыре Раз два Три Три Не усеем Хорошо Сейчас подойди сюда поближе Скажи какое-нибудь слово Да До свидания Хорошо Продолжение следует Надеюсь Субтитры создавал DimaTorzok